Данная посылка Ножи довольно простые, более того, это ножи метательные, довольно относительно дешёвые Давайте вскроем, посмотрим Меня, кстати говоря, немножко удивляет объём данной посылки Потому что ножи должны быть, в принципе, небольшими по размеру И почему здесь такой объём у нас? Ну ладно, не так важно, но боюсь, что без ножа здесь не обойтись Эпаковка стандартная, как у многих индивидуальных мастеров из города Воробсму Ну ладно, чёрт с ним Ух ты! Ух ты! А вот этого я не ожидал, если честно Это очень неожиданно, ребята Дело в том, что я был уверен Так как это метательные ножи Я просто на 100% был уверен, что к ним в комплекте никаких ножен не полагается А здесь, за скромные деньги мы получаем и нож, и ножны Кстати, сам нож Второй на самом деле такой же Опять-таки оговорюсь, это метательные ножи Со своей спецификой Очень захотелось приобрести И тут такая заманчивая цена была, что я не устоял Купил и себе, и купил на подарок Хорошо сидит, кстати Ну а теперь давайте традиционно пройдёмся по основным техническим характеристикам этих ножей По заявлению мастера, они выполнены из обычной отечной стали 95Х18 95Х18 Оплётка выполнена или из шнурка, или из дешёвого мягкого китайского паракорда Но оплётка является необязательным элементом на метательном ноже Поэтому я не придаю этому большого значения Вес Вес немножко различается На одном 132 грамма На втором 134 грамма Длина, общая длина, тоже немножко разная На одном 18,5 сантиметров На другом 19 Плюс-минус 2 миллиметра Потому что, ну не всегда можно абсолютно точно измерить линейные размеры ножей Особенно если они имеют сложную форму Толщина металла Толщина в обухе 4,5 миллиметра 4,5 миллиметра в самом толстом месте Естественно, что к кончику толщина становится меньше К ножам прилагаются ещё и ножны Вроде как кожаные Но надо понимать, что за свою небольшую цену Рассчитывать на качественные ножны не приходится Поэтому ножны своей цене полностью соответствуют Это что-то очень простое и что-то очень дешёвое Но с подвесом Имеется вот такой вот зверь Тиснение В виде головы По-моему, это Медведь Здесь, кстати говоря, на вторых ножнах другое тиснение Ну, обработочка Вот смотрите сами Ну, такое себе, да? Крайне бюджетно Ну, спасибо, что положили Что касается качества данных ножей То здесь, конечно, надо учитывать их цену Я покупал по 1000 рублей за штуку Это у нас примерно по нынешнему курсу 11 долларов 11 долларов это недорого Возможно, даже дёшево по нынешним временам Ну, и качество полностью соответствует этой цене Сейчас вы видите отдельные моменты на ноже крупным планом Ну, и как видите, скажем так, среднее качество Да? Это я сейчас так аккуратно формулирую Но, опять-таки, учитываем цену Цена 11 долларов за штуку И при этом здесь ещё имеются в комплекте Имеются в комплекте ножны Ножи, кстати, заточены Но надо понимать, что они очень толсто сведены И, соответственно, даже с заточкой они, скорее всего, резать почти не будут Ну, или будут резать крайне плохо Да? Особенно, смотрите, вот эти Обработка торцов Ну, опять-таки, берём во внимание цену 11 долларов за штуку Конечно, за такую цену Мастер себе в убыток работать не будет Сколько заплатили, так и сделал Зато у него есть и более дорогие изделия Они выглядят, по крайней мере, через камеру То, что я видел Они выглядят гораздо более качественно выполненными Ну, и, соответственно, стоят они гораздо дороже Если кого-то мастер заинтересует То ссылку на его канал я постараюсь оставить под видео Если есть вопросы, задавайте Сам же я буду пытаться Когда появится возможность Буду пытаться учиться работать с метательными ножами Сейчас я это не умею Поэтому показывать никаких тестов, конечно, не буду На этом, пожалуй, всё Если есть вопросы, задавайте Спасибо за внимание и до свидания Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!